Приветствую зрителей канала Ration Let's Play, с вами Ани Цук, и сегодня мы посмотрим на дополнение к игре Layers of Fear. Прохождение этой игры было на нашем канале, было полное прохождение, если что, ссылка на плейлист есть в описании к этому видео. Так вот, вышло дополнение недавно, называется Inheritance какой-то, ну короче, по сути это переводится как Наследие. То есть играть мы здесь будем не за художника, а за его дочь. Давайте посмотрим сегодня это дополнение, что оно из себя представляет, понравится оно вам или нет. Давайте погнали! Так, новая игра. Короче, ребят, ставим лайк сразу, если захотим увидеть прохождение полное, как и само игры на нашем канале. Игрушка довольно атмосферная, довольно красивая графика, ну это мы и так знаем по первой части. Здесь уже немножко будет отличаться стилистика, поскольку все-таки играем за дочь главного героя, этого долбанутого художника. Ну вот, цветочек мы видим на экране, это, соответственно, уже произведение его дочери, он такие вещи не любит. И да, загрузки, как обычно, в игре длинные, привыкаем, ребята. Там, что-нибудь берем вкусненькое, сидим, чтобы не скучать. И готовимся. Значит, в игре есть несколько концовок. Мы прошли на какую-то одну, но не очень, видимо, хорошую. Чтобы открыть все концовки, нужно там что-то непонятно что делать. То есть в некоторых местах нужно не оборачиваться, например, чтобы там вас привидение не схватило. Ну это, видимо, там жена, главный герой, изуродованный ходит. В общем, много разных вариантов. Вначале в меню написано, что от вас зависит, короче, концовка. В детстве я часто лежала поздно ночью в своей постели, устаившись в потолок и слушая крик отца. Он кричал на мать. Кричала за очередного неудавшегося шедевра. Под конец он просто кричал в темноту. Этот крик стал моей колыбельной. И даже когда меня забрали оттуда, этот крик продолжал преследовать меня. Кто-то сказал мне, что безумие у моей семьи в крови. Пора положить этому конец. Субтитры, конечно же, мелковатые. Читать сложновато. Но, может, вам будет нормально. Мне лично немножко мелковато. Я не знаю, почему создатели не могут сделать крупные субтитры на полэкрана. Или там хотя бы настройки, чтобы ты мог увеличивать размер субтитров. Так, значит, нажмите L3, чтобы включить фонарик. Так, опять-таки мы оказываемся в том же самом доме, да, в особняке этого художника. Все как в начале игры, но все более заброшенное такое. Все в более разрушенное, в более плачевном состоянии. Такое управление довольно тягучее в игре. Видимо, не совсем сильно все-таки тянет. Проблемы были, я помню, когда мы оригинал проходили. Немножко тормознутое все какое-то было. Ну, здесь все стало как-то мрачнее. Сундук. Музычка запиликала какая-то интересная. Такс. И чего же мы должны сегодня добиться здесь? В оригинальной игре нужно было нарисовать картину, как бы, да. Для этого нужно было какие-то определенные вещи сделать. Любимая, я все думаю о том, что произошло. Я все пытаюсь понять, моя дорогая. Помоги мне, я ничего не понимаю. Зачем ты это сделала? Неужели ты решила, что иного способа мне? Нет. Ответь мне, черт возьми. Чем я заслужил это? Я делал все, что мог. Ты это знаешь. Я дал тебе все. Ты эгоистичная сука. Почему ты так поступила со мной, нами? Со мной, нами. Нами это имя или это со мной и нами? Я имею в виду, не понял. Ну, ладно. Наверняка нам нужно до той же самой мастерской добраться, да? Черт его знает. Вроде бы она где-то здесь была. Интересно, когда эти стены в последний раз видели солнечный свет? Так, ну это, по-моему, мастерская. Только здесь не стоит мольберт. Ну да, вот-вот сюда мы складывали эти предметы, которые были нам необходимы для написания картин. Там палец отрубленный был, там что-то кусок кожи, еще какие-то вещи были страшные, жуткие. И да, кстати, я опять пытался настроить долбанный хромакей, и вот в этом месте постоянно что-то, вот какой-то снежок. Ребята, уж извините, пока никак не могу нормально его настроить. Задолбался, реально. Может быть, все-таки придется его отключить, пока какое-то время делать видео без хромакея. Какая-то банка с краской. Мы можем ее вращать, да, мы можем ее вращать. Так, прям краска застыла, что просто пипец. Так, ладно. Так, ну что они от нас хотят сегодня? Она, видимо, опять должна что-то вспомнить, там, что-то узнать о себе. Опа! Что происходит? Вообще, смотрите, все. Засветилось долбанный, долбанный хромакей. Как-то меня достал. Может, проблема в камере, может, проблема в освещении. Я не знаю, но, в общем, пока я не могу добиться того, чтобы картинка полностью вырезалась. Я два часа, два часа карпил, в этих настройках лазил. Тут менял освещение, там, то одну лампочку, то вторую. Тут, короче, просто запарился, и результат у вас, вот, вот вы видите результат, короче. Вокруг меня вот эти вот зерна долбанные. Так, ладно, что тут у нас? Берем кисточку. А можно взять кисточку, а можно взять карандаш, да, видимо? О, ледние деревья, зеленые, нариты из жизненной силы, и в то же время молодые, неопытные. Давай подберем для них более подходящее время, когда они станут чуть старше и мудрее. Такс. Нет, положи мелок, все шло так хорошо. То есть, типа, девочка хочет рисовать мелками, но он, как, типа, крутой художник, хочет научить ее рисовать красками. Ну, вы понимаете, ребенку красками тяжеловато рисовать. А что будет, если вы сейчас вот? Что ты делаешь? Делаешь, положи немедленно. Ты уже не маленькая, чтобы заниматься этими глупостями. Офигеть. Да. И, смотри, сразу все изменилось у нас. Полностью все изменилось, комната изменилась. Тут теперь какие-то детские наброски, что ли. Да мы можем взять кисточку, да, если что, и... И куда нас это может привести? Звуки нехорошие раздаются. Ой! Что это? Что это? Змея какая-то, она что-то убила, что ли? Что это? Театр, что ли? Сейчас можно внутрь войти. Посмотреть представление. Ну и что? Ну, я нажал, давайте, показывайте представление. А вот. О, типа красная шапочка. Как-то раз чертеж шла к шап... Короче, я... Помнится, в этой игре... На столе этого художника лежали иллюстрации красной шапочки, за которых вы там чуть не уволили. Ну, короче, он написал очень, нарисовал... Ему нужно было к детской книге нарисовать иллюстрации, да? А он нарисовал такие ужасные кровавые иллюстрации. Это по ним какое-то представление идет. Я просто помню эту фишку. Какие-то зрители сидят, да? Какие-то зрители сидят, да? Какие-то зрители сидят, да? Какие-то зрители сидят, да? Да, огромное тело небесное упало на него. И что у нас теперь перед нами? А это, это тело есть, да, небесное? Так, а куда нам топать-то теперь? Так, ну вот тут освещение. Так, мы вернулись, короче, да, к нашей лошадке. Так, давайте-ка попробуем все-таки... Наконец-то, ты готова принять настоящее искусство? Давай, давай. О, злые деревья, так green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Давайте попробуем найти им более поинтересный сезон. Где они умнее, у них есть какие-то истории, чтобы рассказать. Я не знаю, видимо, что-то мы можем найти и в детских воспоминаниях, что-то и здесь. Так, что-то у нас вот есть. Вот зеленый цвет есть. Ну, это, в принципе, цвет деревьев. Я не знаю, подойдет он, не подойдет. Бриллиантно! О, давай добавим еще того же цвета. Это не сделает того же цвета, а нам надо будет какой-то другой цвет добавить, да? Ну, давайте посмотрим, какой еще цвет. По идее, может, надо какой-нибудь рыжий, там, оранжевый, чтобы придать там, например, свечкой, молотается музыке, чтобы придать цвет такого. Собака нырёт. Где она? У них же была собака, я помню, да, там еще и лежал наморник. Вот тоже цвет какой-то синий-голубоватый, может не подойти, да? Дать проверим. Деревья качаются на ветру. Но никто не любит, как ты. Такая музыка тут, конечно, напрягающая. Что-то я больше не вижу других красок. О, красный, красный. Может, красный подойдет? Нифига, блин. Фух, у меня аж мурашки побежали. Реально стрёмно. Хотя, вроде, тут ничего такого, да? Не происходит, но как-то прям, этот, по нервам давит. Ах, да, в жизни наступает осень. Время, когда человек ищет, где бы укрыться от ненасти. Посмотрим, что станет с нашим домиком, когда сгустятся тучи. Так, теперь надо, чтобы тучи сгустились, да? Какой-то цвет подобрать. Так, карандаш не трогаем. Так. Ну, это не подойдет. Этот свет не подойдет. Хотя, ладно, давайте попробуем просто, что будет. Попробуем желтеньким, да? Такая, сейчас он за нас заорет, но... Да, смотрите, то есть, все равно в любом случае... Все равно что-то мы в картине меняем, это хорошо. Даже если он ругается, да, но что-то мы в ней меняем. Это здорово. Так, а куда, где мы можем пройти-то? О, это коридорчик, так. Синий цвет. Давайте попробуем. А вдруг? Такой, может, более темное и синее небо. Нет, во времена благодарность найдет любая хижина. Мы должны посмотреть, как это выглядит, когда мизерка темнотует небеса. Не то, не то, не то, не то, не то. Ладно, ищем, ищем, ищем. Ищем темные небеса. Так, тут что-то все забаррикадировано. Давай, давай, давай. Блин, опять эта собака ручит. Где она? Так, что там вообще? Ой. Ой, на нас шкаф едет. А-а-а. Ой, стена пропала. Так, отлично. Так, все, встал. Там опять желтая краска, но тут, я так по-моему, пройти мы не можем. О, мяч катится. Блин, атмосферно вообще сделано просто. Я не знаю, как сейчас звук вам... Надеюсь, вам не нормально слышно. Столько игрушек, смотрите, навалено. Куча такая просто. А вот краска, видимо, темная, которая нам нужна. Так, мы пройти не можем, значит, этот мяч неспроста. Надо его, короче, прекратить, попробовать, да, туда, чтобы по нему пройти. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 катись, катись. Блин, эти крикни детские. Давай, 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 давай. Так, катись, катись, ну. Давай, давай, давай. Так. Блин, озвучка тут, конечно, пипец просто. Реально пугает. Так, ладно. Можем взять-то, ну. Вот. О, и нас сразу куда-то сейчас телепортируют, да? Так, ну это мы не там, где картина-то, да? До нее еще дойти все-таки нужно? Хорошо. Быстрее-то мы можем же, это вроде L2 ускорение. Тут нельзя переставлять управление в настройках, по крайней мере, на PlayStation 4. У меня, например, на одном геймпаде кнопка R2 плохо работает, и, например, здесь... А здесь кнопка R2 это действие, и она, короче, не работает. Мне приходится только определенный один геймпад брать и играть на нем. Так, ну. Видишь? В конце концов, все, что мы принимаем для осознанно, это фрагментно и временно. Мужчина проходит, во время природы встанет. Говоря о речи, я не думаю, что нашу радость стальон любит weather. Так, что не нравится погода? Давай сделаем мир чуть светлее. Блин, то темнеет, то светлее. Ты хоть определись, папаша, блин. Жесть. Так, ладно. Лошадку, блин, нарисовали. Так. Блин, собака там. Здесь за стенкой бегает, короче. Так. Светлее, светлее, светлее. Какие цвета у нас здесь есть? Пока никаких цветов я не вижу. За стенкой не бегает, короче. Картина потекла там. Такс. А что мы здесь не можем? Противожим. Давай. По кругу, мне кажется, ходим. Надо выйти в следующий коридор, видимо. А! Жесть. О, что-то все загорелось. Надо быстрее идти краску искать. Вот какая-то краска появилась. Это же светлее будет, нет? С помощью этой краски. Так, ну давай. Давай, 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 давай. Так. О. Так. Где там проход-то, блин? Хорош, что-то все, блин, перед глазами тут мутить. Ой, это что такое красное. Ну красное, это же не светлее. Блин, намутили тут ходов. О, правильно. Солнце нагревает землю своими лучами. Становится теплее и еще теплее, и наконец. Чудесно, правда? Я знаю, это больше похоже на трагедию, но красивая трагедия всяко лучше ничем, не примечательна на существовании. Что-то я не понял, тут... Как-то сгорело все, или что это? Думаю, по-своему, он желал мне добра. Но хотел, чтобы я произошла у своего учителя, а надеялся, что когда-нибудь я добьюсь успеха там, где его постигла неудача. Смогу избежать его ошибок, и видит Бог, он их совершил немало. Так, видимо, какую-то часть мы, получается, прошли, да, то есть мы нарисовали одну какую-то первую картину, которую он от нее требовал. Видимо, такая же фишка здесь, как и в этом. Это что такое? Так, а это что у нас? А, вот, смотрите, нам дали первый рисунок. Ну да, смотрите, тут как бы место для, видимо, шести рисунков. Как вот этот склад, да, его, тут шесть тоже ячеек, то есть примерно получается игра на дополнение, как сама игра по продолжительности, я так полагаю, да? Нужно его перемещать. А, смотрите, тут что-то больше места. Больше ячеек получается. А-а-а! То есть мы должны будем пазл некий собрать. О! Точно, смотрите, без освещения она прямо светится. То есть мы будем находить и рисовать какие-то картины, потом за это надо будет давать рисунок, из которого мы должны будем сложить какой-то пазл. довольно интересно. Но, конечно, это еще надо будет понять, что тут будет за пазл, а что тут надо будет делать дальше. То есть где мы будем рисовать оставшиеся картины? Видимо, придется какие-то уголки дома поисследовать. О, что в этом случае? Что с какой вещью не так? Что с какой вещью не так? С этой? О, начинается. Что-то начинается ужасное. Этот пёс не там, где я думал. Его же блага. А вот пёс, смотрите, на диване спит. А! Без тебя! Не любят животных, короче, этот художник. Печально. Как можно не любить животных, блин? Что за... Что у него вообще... Ну, там что-то у него проблемы были с психикой реальной, так что... Такие дела. Ладно, ребят, я думаю, на этом месте мы завершим знакомство с этим дополнением. Уже видно, что оно очень интересное. Оно мне кажется даже интереснее, чем даже оригинал, как-то так кажется. Вот. Так что, ребята, если захотите, увидеть полное прохождение, то обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, хотите вы или нет. Хотите вы трансляцию или вот такими вот сериями увидеть. То есть, давайте, голосуйте, всё зависит от вас. Ну, а на этом у нас всё. С вами был Рашн Алинзука. До новых встреч!